Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Выборы прошли во вторник, мы до сих пор не знаем результат. Что будет дальше и как долго это будет продолжаться? Если помните пересчет голосов во Флориде 20 лет назад, вы, наверное, думаете, что у вас есть кое-какое представление о том, что произойдет дальше. Чиновники в спорных штатах тщательно посчитают все доступные голоса под наблюдением межпартийной группы от обоих штабов, чтобы убедить всех нас, что все честно. Если они заметят какие-то признаки мошенничества, мы узнаем все подробности о конкретных обвинениях и о том, что было предпринято, вот как это было в 2000-м. Зависшие бюллетени показывали по телевизору, чтобы люди могли увидеть все своими глазами. В итоге спор между Аллом Гором и Джорджем Бушем дошел до Верховного суда. Разрешение конфликта заняло 36 дней, и каждый из них, если помните, тянулся как месяц. Этот процесс был мучительным, он требовал терпения и спокойствия, но результат точно того стоил. И, кстати, новостные организации в этой стране освещали каждый момент. Никто в новостных медиа даже не рассматривал возможность как-то цензурировать информацию о том, что происходит. Это было бы чудовищно и аморально. Тогда, как и сейчас, практически все в новостных СМИ поддерживали демократов, так было всю жизнь. Но в 2000-м они понимали, что сохранение веры в систему, нашу американскую систему государственного управления, важнее, чем Алгор или кто-либо еще в Белом доме. Так что они настаивали на открытости и прозрачности процесса, и слава богу. За два десятилетия многое изменилось. Сейчас совершенно вероятно, что со дня на день новостные медиа решат вообще закрыть вопрос с выборами. Верите или нет, у них есть такая возможность. Предположим, что завтра чиновники Филадельфии расскажут о большом количестве новых голосов. Госсекретарь Филадельфии утвердит их, поставит печать и объявит Джо Байдена победителем. Это даст Джо Байдену больше, чем 270 необходимых голосов выборщиков, и Джо Байден станет избранным президентом. Но погодите, сколько из 69 миллионов проголосовавших за Трампа на этой неделе поверят в это и примут это. На данный момент немного, не то чтобы кого-то это заботило. И, конечно, тот факт, что никого это не заботит, и был причиной, по которой эти люди проголосовали за Дональда Трампа. Но если бы вы переживали за страну и ее будущее, вы не стали бы заставлять людей, голосовавших за Трампа, поверить в это. Вы не заставляли бы их поверить вам на слово. Вместо этого вы бы показали им, вы бы убедили их, вы бы остановились, вы бы сопротивлялись с призывом поспешить. Вы бы убедились, что мы разобрались в каждом случае предполагаемого мошенничества. Не все утверждения на этот счет заслуживают доверия, но некоторые из них точно заслуживают. Вы бы показали в эфире спорные бюллетени и позволили бы процессу работать, как в 2000-м. Может, в итоге победил бы Джо Байден, может, нет. Но вера народа в систему, а это необходимое условие для самоуправляемой республики, осталось бы в целости и сохранности. Вот что бы вы сделали, если бы вы заботились об этой стране. Но что, если вам все равно, если вас заботит только власть? В этом случае вы бы выступили по телевидению и объявили Джо Байдена избранным президентом. Даже при том, что в других штатах еще продолжается подсчет голосов, а вопросы о легитимности бюллетеней остаются без ответа. Все равно, вы бы просто покончили с этим. Средства массовой информации верят, что могут это сделать. Цитирую, объявление победителя президентских выборов в США — это дело СМИ. Вот что провозгласила на этой неделе The New York Times. Предположим, что новостные организации так и сделают, покончат с этим. Что тогда? Само собой, Дональд Трамп и его избиратели будут жаловаться. Но что они реально могут сделать? Они не ведущие новостных программ, не владельцы каналов. И если бы вы хотели помешать им жаловаться, это было бы нетрудно. Вы бы просто обвинили их в нападках на демократию. А потом вы бы подвергли цензуре их посты в соцсетях. Вы могли бы вообще убрать президента из твиттер. Это его главное средство коммуникации, и оно ему не принадлежит. Им управляет Джек Дорси. Вы бы обвинили президента в распространении дезинформации. Ради страны мы не можем такого допустить. А если бы Трамп и его избиратели упорно продолжали жаловаться, вы бы рассмотрели более жесткие меры. Оказалось, что демократы давно об этом подумывают. Больше никто из нас об этом не думал. А они думали. Летом Джон Подеста играл роль Джо Байдена на имитации выборов, которую проводили демократы. Во время этой имитации Подеста, цитирую, хотел увидеть, что сделали бы военные, если бы Трамп отказался признать результаты выборов. Военные? Так что же именно сделали бы военные? Сама мысль о чем-то подобном шокирует. Но другие об этом подумали. Этим летом отставной полковник сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон обсуждал этот вопрос в программе Билла Мара на HBO. Сейчас мы покажем вам фрагмент. И когда вы будете его смотреть, помните, что Уилкерсон не маргинал, не какой-то там мужик, бубнящий себе под нос в городском автобусе. Уилкерсон был когда-то главой аппарата госсекретаря Колина Пауэлла. С тех пор он вел курсы в паре знаменитых университетов. И вот что Уилкерсон сказал. Если Трамп призовет свой электорат выйти на улицы с оружием, его электорату принадлежит примерно 60-70 процентов из 300-400 миллионов единиц огнестрельного оружия в Америке. Если они ответят на этот призыв и выйдут на улицы с оружием, тогда нам, наверное, понадобятся военные. И тогда уже невозможно предсказать, сколько может пролиться крови. Сколько может пролиться крови? Итак, здесь один из людей, которым вы обязаны войной в Ираке, вслух фантазирует об убийстве еще большего числа гражданских, американских граждан на улицах наших городов. Раньше в телеэфире так не говорили. На Фокс до сих пор так не говорят, потому что мы бы такого не позволили. Это воинствующий экстремизм. Но на том канале без проблем. Никто этого даже не заметил. И это многое говорит об их образе мыслей. Редактор субтитров А.Семкин